Игорь Валерьевич, перебросали сегодня в связи с вами, но тем не менее, счет 5-0, почему подключилось? Чего не хватило? Возможно, стоило играть острее? Ну вот, сейчас можно. А вы что, говорите? Да нет, здесь, я думаю, что мастерство, наверное, помогала Игорь Валерьевич, два года назад вы приезжали в городе, Фолкомасим приезжал, Скорьев, к вам, вы выиграли 2-0, два быстрых гола, дальше вы просто начали, да, сразу перепрыгали. Эта игра запоминала? Ну, знаете, может быть, на сценарий кто-то похожий был, но меня на это акцент не делали, не собирались там планировать, и планировать. Но, к сожалению, так сложилось. Но там были моменты, где можно было вернуться, но мастерство не кручило планировать. Я думаю, что здесь не смысл проводить какие-то параллели или другие уже. Первый момент. Штанг Шулунова, не пошла статистика в Ростовском? Чего? Штанг Шулунова. Забей Шулунов, там всё могло идти. Ну, я говорю, что оно могло, ну, вот, если бы, вот, как бы, хоккей, вот так вот, иногда. Нелогичные вещи, но они, наверное, чем-то закономерные. Разберёмся с этим. Потому что, я не слышал, наверное, опять играли, но выглядело. Каждый полотанчик. Немножко некрасиво. Ну, не жалеть, что Чехович себе наставил в запасе наставил? Ну, поскольку стоит. Ну, знаете, ну, когда состав определяем, я определяю, я, ну, вот этих ребят верю. Ну, ошибки за веры. Команду тяжело рассчитывать на успех. Естественно, это моя ошибка, что сегодня, скажем так, и тот состав оказался набил. Ну, это тренерская работа, мне за это печать. Павел? Не считаешь, какие-то ребята выпадали в этом матче по ходу серии? Как вы пытались лидера раскомашить? Или почему это происходило? Ну, здесь есть объективные причины, и соперник непростой. Во-первых, да. Во-вторых, на плей-офф на себя на лидера держится. Там она победа, как правило. Я бы не стал до себя верять. Понятно, не хватило, может быть, этих голов, которые должны были его помочь. Дело с какой-то части согласен с вами. Наверное, этого не хватило. У вас есть кредит доверия, будете работать дальше. Как вы думаете, надо сильно ли эту команду перестраивать к следующему сезону? Потому что видно, как вы даже по ходу этой серии прибавляли. Локомотив рос. Но сейчас, посмотрев, понятно, что вам нужно время все все проанализировать, но насколько сильно этот локомотив надо перестроить? Ну, знаете, вот, мне кажется, вот сам счет, да, сегодняшний, чтобы не было иллюзий, что они нас все оставят как есть. Поэтому я думаю, что мы будем почиститься. Не в плане найти вину, а просто разобраться, что мы хотим, и, вернее, что они, и те люди, которые смогут это сделать. Игорь Валерьевич, согласен тем, что, ну, не игровые проблемы были, ключи у всех, именно ментально. Просто команда не дозрела, чтобы выиграть ЦСКА. Вы сами работали в ЦСКА, и помните, как ЦСКА постепенно шел, да, оступался, проигрывал. Локомотив просто находится. Ну, не в начале, а мы хоть в середине. Ну, я с вами полностью согласен. Я даже сейчас в разрывалке, в принципе, не смог так особо ничего говорить, потому что не ходилось по горячим средам. Но у меня, честно говоря, даже было плана бы не было, чтобы мы дальше делали. Но все-таки я не то что верил, но я видел потенциал, что мы можем сейчас от боя прийти. Но, к сожалению, или, может быть, наоборот, чтобы мы правильно сейчас оценили ситуацию. Ну, надо еще раз разобраться, разограться. Может быть, это было просто не время такое говорить, а, может быть, это было нельзя. Потому что мы готовы. Можно анализировать все задачи. Еще вопрос? Задам такой еще вопрос. Вам, ну, частично или во много, может сказать, что это ЦСКА, который выстроил фундамент, виден? Как вы думаете, эта команда ЦСКА сейчас уже серия закончится? Сможет от чемпиона? Вы видите такую чемпионскую закваску? Знаете, мне кажется, неправильно будет говорить про ЦСКА Сергея Ильича. То, что чемпионская закваска есть одна. Два раза его выбирали. Нет, мы ребятам желают, чтобы мы дошли уже до конца. Искренне совершенно. Мы играли, со временем которого важна ли мы хотели бы глядить на хорошую ночь. Дмитрий Валерьевич. Все-таки длинный сезон позади. Несколько слов болезни. Дмитрий Валерьевич. Можете сказать, которые переживали и на выезде с вами были, и в том числе дома, вот такая фантастическая поддержка в прошлом матче была. Ильич. Ну, что, спасибо большое на поклоны Минске. К сожалению, у нас получилось во всем новой перед отъездом. Мы желали удачи, силы. Ну, я надеюсь, вы видели, что команда росла и вывели себя там новой, новой будущей. – Спасибо,, спасибо. – Большое спасибо очень, спасибо. – Спасибо. – Спасибо большое большое. Субтитры сделал DimaTorzok